Привет-привет мои сладкие булочки с корицей, меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю выпуск секретиков и советиков Тока Бока, также покажу вам много крутых новых лайфхаков, расскажу новости какие обновления нас ждут. Видео будет интересным и познавательным, поэтому тащите с собой чаечек и вкусняшки будем начинать. При входе в игру мы можем обратить внимание, влево обновился микс, давайте зайдем в микс и я вам покажу много интересных секретиков связанных с ним. Во-первых, если мы пролистнем, то увидим новые обновленные паки, друзья я рекомендую их приобрести, меня часто спрашивают платная или взломанная игра, у меня платная игра и я ни капельки не жалею, если у вас есть возможность, как только она появляется, обязательно покупайте. Хотели бы вы от меня подробный обзор пака, например я буду вам рассказывать, чем тот или иной пак лучше другого пака и какой вам приобрести, если вот вы надумаете приобрести. Если хотите такой выпуск, дайте мне знать в комментариях. Я бы вам порекомендовала приобрести или заказать у родителей на новый год как подарок, я честно говорю, не жалею ни разу, что приобрела. Конечно, у кого нет возможности покупать и кто скачивает какие-то там взломанные версии, я правда не знаю как вы это делаете, потому что всегда боялась скачивать взломанные версии. Но у кого есть уже возможность, то смело приобретайте новые паки. Мы останавливаемся на вот этой вкладочке. 12 дней подарков. Нас встречает такой интересный приключенческий календарик с 20 числа по 31 декабря обещают выдавать подарки каждый день. И друзья, меня спросили, где я вот на обложке брала новые костюмы, эти костюмы их добавят в игру. Нет, я нигде это не узнала, я не взламывала только Боку, чтобы об этом узнать. Только Боку сама эти костюмы и палит, вот у неё в миксе эти костюмы изображены. И в интернете у западных блогеров тоже есть ролики с этими костюмами, я не знаю где они их достают, но друзья, нас ждут мега классные костюмчики и куча подарков. Помимо всего этого фейерверки, таблички, шарики воздушные, я уверена много чего ещё нас ждёт, поэтому давайте с вами держать кулачки и ждать долгожданный понедельник, чтобы отправиться в приключение по этому праздничному календарю. Мы покидаем микс и давайте возвращаться в игру. Первое, что я хочу сделать, это конечно же традиционно забрать подарочек с почты. Обратите внимание, украсили почту, новогодний стиль теперь. Достаем своего персонажа и берём талончик. Друзья, как красиво, украсили почту, сверху мы можем увидеть гирлянду праздничную, новогоднюю, вкусанное печенье в виде сердечка, это очень мило. Получается, леденец идёт как освещение, вы можете его включить и выключить. Жалко, нельзя оторвать печеньку и скушать. Вот, Ань, что тебе всё надо есть, обязательно, надо всё съесть. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, забрать подарочек? Проходите. Проходим на почту и забираем подарочек. Нажимаем на кнопочку. Что же сегодня нас ждёт? Возможно, вы уже знаете, но я, честно сказать, не знаю. Забираю подарочек, он золотой, интересно. Это очень интересно и любопытно, обычно дают синенькие подарочки, а сегодня золотой. Раз, два, три. Какой милый пёсик, божечки. Посмотрите, друзья, бегите скорее в игру, посмотрите, какой красивый собаке нас встречает. Ой, я давно мечтала о собаке. Это самый крутой подарок за последнее время. Мне кажется, каждый подарок, он очень здоровский, и я в восторге сейчас. Друзья, посмотрите, и шапочка идёт, мы можем, кстати, эту шапочку и на себя. Но мне она маленькая, собачке самый раз. Пишите в комментариях, как вам подарочек, давайте передадим персонажу, чтобы потом домой к себе отнести. Я не оставлю собачку здесь. Кстати, какие ники вы уже успели дать? Ой, а посмотрите, друзья, я заметила какой-то значок. Я убрала гирлянды новогодние. Вот этой кнопочкой вы можете добавлять и убавлять украшения. Ну как здорово придумали. А ещё, кстати, добавили эмоджи. Помните, я вам показывала замёрзшие эмоджи? Наконец-то у меня получилось обновить току-боку и вернули вот эти вот эмоджи. Надо зайти в место, где вы скачивали току-боку, и там будет кнопочка обновить. Мы покидаем почту и приступаем к лайфхакам. Первые лайфхаки связаны с детьми. Добираемся на карту с больницей, посещаем второй этаж. Давайте, например, заберём вот этого ребёночка и покидаем локацию. Теперь отправляемся в новую локацию, точнее в новый магазинчик Пом-Пом на первый этаж. И проходим вправо. Первое, что я хочу вам показать, это то, что детей, оказывается, можно упаковывать в подарочные упаковки. Я просто в шоке, друзья, посмотрите на это. Вы можете менять праздничную упаковку и упаковывать младенца. Я сомневаюсь, что это настоящий младенец. Я уже вообще в последнее время сомневаюсь, что здесь есть младенца. Какая у вас версия? Что скрывается за этими младенцами? Почему их можно упаковывать в подарки? Может быть, это действительно идут как куклы и вовсе не младенцы? Или у них есть какая-нибудь тайная и страшная история? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А ещё лайфхак, оказывается, упаковывать можно собак. Я не знала. Вот, кто тоже не знал, теперь вы знаете вместе с собой. Мы покидаем эту локацию и направляемся домой. Листаем карту вправо. Я буду показывать все лайфхаки в своём особняке. Достаем своего персонажа. Кстати, можно собачку поселить. И в редакторе комнаты нам надо найти столик. Где мы можем упаковывать подарки. И помните, я вам показывала, как я упаковываю подарки. Оказывается, чтобы получить третью упаковку, нам надо упаковывать животных. Синяя упаковка для животных. Но не только для животных. Оказывается, мы и тут младенца можем упаковать. И я просто в шоке с этих лайфхаков, потому что детей упаковывают в коробку. Знаете, просыпаетесь такое утром. Ждёте планшет под ёлкой, телефон или красивое платье. Гадайте, что же там может быть. Там ребёнок, младенец. Нет, ну на самом деле очень интересно играть со всякими животными. И в дочке матери с куклой Бэби Бон. Но я сомневаюсь, что это кукла Бэби Бон. Потому что она двигается, она моргает. Листаем карту влево. Посещаем вот такой вот домик. Детей мы также можем окунать в грязь. Как это грубо прозвучало, простите меня, пожалуйста. Но это так, как и собак, мы можем окунать их, этих младенцев, в грязь. Есть радужная сторона. Мы как их окунали в грязь, так можем и помыть ванночки. Собаки, кстати, тоже моются. Вот такой лайфхак с младенцами и грязью. Мы покидаем локацию и снова возвращаемся в особняк. Надо было вам сначала тогда показать все лайфхаки в особняке. В редакторе комнаты нам надо зайти в раздел ванной. В туалет. Берем лоточек. И если мы поместим младенца в лоточек, он начнет писаться. Если мы поместим снова, появится какашечка. Если мы еще раз поместим, какашечка станет темнее. Вот такие три какашечки сделал наш младенец. И чем чаще вы это делаете, тем темнее какашечки. Кстати, собака тоже самое может сделать. Как много уже какашек появилось. Друзья, и что мне с этим делать? Что мне с этим делать? Я к такому не готовилась. Теперь у меня появилась собака и младенец. Отлично. Будем выкидывать этот лоточек и приступать к следующему лайфхаку. Заходим в раздел с кухней. Нам нужна горчица и кетчуп. Я даже знаю, кто будет добровольцем. Рита, приветик. Приветик, как у тебя дела? Как настроение? А мне уже страшно. Что тебе нужно? И как ты меня вообще нашла? Рита, мне нужна твоя помощь в проверке лайфхаков. Ну ты уже знаешь стоимость. Пять пачек чипсов. Какого фига пять пачек чипсов? Раньше была одна или две. Увеличились аппетиты у нашей Риты. Лайфхак заключается в следующем. Если вы возьмете кетчуп, то волосы покрасятся в красный. Аня, ты что офигела? Какие нафиг красные волосы? Какой кетчуп? Да подожди, Рита, мы еще до горчицы не дошли. Друзья, мы можем еще покрасить волосы горчицей в желтый цвет. У меня никогда не было желтых волос. Аня, верни все на место. Я же предупредила, что буду лайфхаки показывать. Это не значит, что ты должна обливать меня горчицей. Мне кажется, Рита идет желтый цвет волос. Она стала очень такой яркой и красочной. Я тебе дам яркой и красочной. Сейчас себя болю этой горчицей. Вот такой лайфхак с горчицей и кетчупом вы можете активировать. И следующий лайфхак связан вот с этой подставочкой. С этой подставочкой вы можете сделать кучу классных вещей. А именно, использовать ее по своему назначению. Ставить сюда стаканы. Получается подставка для стаканов. Вы можете ставить сюда столовые приборы. И будет как подставка для столовых приборов. Подставка для кремов. Которые разместите в ванной. Те же самые зубные щетки поставить. Вот такой вот лайфхак. Можно, кстати, еще открыточки вставить. Что симпатично выглядит. Выкинем это, чтобы не загружать комнату. И будем приступать к следующим лайфхакам. Нам нужно достать шкаф. Вот такой новый шкаф с черепом. В разделе на кухне достаем стульчик. Любой стул. Возьмем новый. Ставим этот стул к стене. Шкаф приставляем к стулу. И сохраняем комнату. Теперь мы можем открыть этот шкаф. И сесть туда. Представляете, теперь в шкафу можно сидеть. Вот таким образом мы прячемся в шкафчике. И можем разыгрывать разные сценки. Например, играть в прятки с друзьями. И вы типа спрятали шкафчик. Полезный секретик как для фильмов, для сериалов, так и просто для игры с друзьями. Я честно не знаю, получится ли сделать этот лайфхак с другим шкафчиком. Если мы, например, возьмем шкафчик с Май Мелоди. Нет, не получится. Видите? Стул вытаскивается. А вот с этим шкафчиком все получается. Я на всякий случай перепроверю вот так. А, нет, друзья, посмотрите. Да, не получается. Мы захватываем еще и стул. Поэтому лайфхак работает только с этим черным шкафчиком. Из коллекции Курови. Следующий лайфхак-секретик связан с картиной. Это немного старый секретик, но я о нем узнала только сейчас. И, возможно, кто-то тоже узнает именно сейчас. Но если мы нажмем на эту картину, то здесь будет потайной шкафчик. Тоже еще можно брать в потайной шкафчик, как не подушку в форме яйца. Следующий лайфхак, который я хочу вам показать, связан со слаймами. Нам нужно много коробочек со слаймами. Берем эти коробочки. Возьмем сразу, например, 12 штучек. И передаем персонажам. Нашим помощникам. Покидаем особняк и направляемся в новое место. Магазинчик Пом-Пом. На первый этаж. Останавливаемся в этом прилавке. И сейчас я вам покажу лайфхак, как организовать классный магазинчик со слаймами. Друзья, посмотрите на мой магазинчик со слаймами. Пишите в комментариях, какие магазинчики уже успели сделать вы. А это мой лайфхак. И я вам его показываю. Кому было полезно и интересно, обязательно поставьте лайк. А следующий лайфхак связан тоже с покраской волос. Здравствуйте, мужчина. Вы как разошли вовремя. Да, почему это? Потому что я снимаю проверку лайфхаков. Друзья, мы можем покрасить волосы. Вот этой краской тоже в желтый цвет. Я так понимаю, мы можем красить любой краской волосы. Было бы круто иметь возможность поменять полость стены в магазинчике. Но пока что такого обновления нет. Можно только менять цвет волос людям. У него даже усы окрасились. Мы покидаем магазинчик и направляемся в следующее место, на бесплатную локацию. А именно в Тейлор. Там, где шьют одежду. Для лайфхака нам понадобится три катушки. И еще нам нужна одежда. Любая одежда. Например, вот с манекена возьмем. Находим швейную машинку. Теперь нужен столик. Чтобы поставить эту швейную машинку. И стульчик для себя, чтобы присесть. Лайфхак заключается в следующем. Что если мы положим одежду вот сюда и совместим с катушкой. То одежда должна как-то перешиться. Я не знаю, сработает ли этот лайфхак, но видео он работал и как бы все вроде бы похоже было. Я не знаю, друзья. Сейчас я попробую. Так, ну и ничего не происходит. Платье никак не меняется. Нет, лайфхак не рабочий. Оно осталось таким же, если мы возьмем другую одежду. Зачем мне стол? Я перешла на шкаф. К сожалению, этот лайфхак не сработал. Либо я сделала что-то не так. Тогда, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. А мы приступаем к последней части моих лайфхаков, а именно к новым рецептам. Я их разработала сама. Может быть и не сама, они уже есть где-то. Но, честно вам скажу, сидела и искала новые рецепты. Пыталась что-то совмещать, склеивать. И покажу, что у меня получилось. Давайте переоденемся. И пойдем на кухню. Добро пожаловать на мою кухоньку. Первое, что я хочу показать, это лайфхак с автоматом. Я не знала, честно, что можно у напитков менять вкус. И я вам сейчас покажу, кто тоже не знал. Раз я не знала, значит тоже есть такие люди. Если мы будем нажимать на экранчик, то напитки меняются. Может быть кто-то и понял это сразу. Но до меня дошло только, когда вы написали в комментариях. Друзья, спасибо вам большое. И следующий лайфхак. Если мы это все выпьем, то у нас появятся пустые крутые стаканчики. С которыми вы можете готовить свои молочные коктейли. Наполнять их, например, клубничным молоком, шоколадным молоком. Также вы можете выпивать вот этот вот стаканчик. И у вас будет еще один классный стакан. Выкинем стаканчики, чтобы не захламлять помещение. И еще вот такой мы можем стаканчик использовать. Например, наполним соевым молоком. Следующие рецепты это маффины с Hello Kitty. Наши любимые маффины. Но для этого нам не понадобится бургерная булочка. Нам понадобятся только рулеты. И берем печеньки с Hello Kitty. Берем основу для рулета, берем печеньку, совмещаем. И получаем первый маффин с Hello Kitty. Друзья, посмотрите какая прелесть получается с этими печеньками. Но это еще не все. Эти маффины вы можете украсить взбитыми сливками. И получается вот такой интересный маффин с Hello Kitty. Также вы можете взять детское питание. И тоже сделать такие взбитые сливки. Эти маффины вы можете выпекать в духовке. Они подрумянятся и станут еще аппетитнее. Это у меня магия. Он на тарелке выпекается. Что-то баги я какие-то нахожу. Еще мы можем делать маффины с автоматом. Достаем вот эти кексы. С Гудетамой. Берем маффин. Берем взбитые сливки. И получаем вот такой красивый кексик. Друзья, совмещайте с разными кремами. Если мы совместим с основой. И еще добавим взбитые сливки. Получится такой огромный высокий маффин. Но это еще не все. Также в автомате вы можете взять вот такой вот скрэмбл. Берем тост. Совмещаем с томатом. Накладываем сыр. И поверх идет скрэмбл. Получается тост. Яичный тост. Эти маффины вы можете использовать еще. Совмещаем например с авокадо. Для следующего рецепта нам понадобятся тарталетки. Берем тарталетку. Берем рис. И третий слой маршмеллоу. Получается вот такой кексик. Берем тарталетку. Берем рис. И украшаем маршмеллоу поменьше. Берем тарталетку. Совмещаем с рисом. Конфетками. И такой праздничный маффин у нас получается. Берем тарталетку. Берем какао. Дополним это дело взбитыми сливками. И поставим на тарелочку. Берем тарталетку. Совмещаем с какао. Добавляем взбитые сливки. И отправляем в печку. Еще один маффин готов. Эти тарталетки вы можете кстати наполнять еще дольками лимона. Можете наполнять манго. Всевозможными экзотическими фруктами. Совмещаем с джемом. И накрываем взбитыми сливками. Получается такой черничный маффин. Или наполнять тарталетки мороженым. Шоколадные. Клубничные. Дополнять это палочкой. Или бананами. А сверху взбитыми сливками. Но это совсем будет большая пирамида. Посмотрите на эту красоту. Мне казалось это яйцо. Ничего с ним нельзя сделать. Но оказывается оно открывается. И здесь мы можем найти вот еще одно яичко. А сюда мы можем поставить например подогреть свое питание детское. Это были все лайфхаки на сегодня. Если вы ждете новые выпуски. То обязательно поддержите меня лайком и подпиской. А я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю всего самого светлого. Вкусного. Никогда никогда не болейте. С наступающими вас праздниками. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok